Уважаемые коллеги, вас приветствует компания Ведопульс и я, врач компания Чебасова Елена Алексеевна. Мы продолжаем тему, посвященную проблемам опорно-двигательного аппарата. И сегодня на вебинаре разберем еще одну физиологическую форму, которая называется ревматоидный полиартрит. Ну как обычно, давайте начнем с того, что же это такое ревматоидный артрит, ну правильнее говорить полиартрит. Итак, ревматоидный артрит это хроническое системное заболевание соединительной ткани аутоиммунной природы. То есть, вот в самом определении включены все основные моменты, полностью характеризующие это заболевание. Ну и мы давайте начнем тоже по порядку разбирать каждое из этих основных ключевых моментов определения. Итак, ревматоидный артрит основным проявлением или так называемой визитной карточкой этого заболевания является эрозивный полиартрит. Что означает полиартрит? Приставка поли означает много. То есть, при этом заболевании процесс вовлекается не один в сустав, потому что артрит это воспаление сустава, а вовлекается одномоментно в патологический процесс много в суставах. Для этого заболевания характерно системное течение. То есть, при ревматоидном полиартрите страдают не только суставы, что следует из самого названия, но в процесс вовлекаются еще много других функциональных систем организма. Мы сегодня тоже про это узнаем, что в процесс вовлекаются и кожа, и страдает сердечно-сосудистая система, и легкие. То есть, основным, конечно, визитной карточкой является поражение суставов, но так как заболевание системное, то вовлекаются еще и другие функциональные системы. Итак, кто же страдает и какова частота встречаемости этого заболевания среди населения? Заболевание это может поражать людей самого различного возраста, но все же наиболее часто оно встречается у людей, которые уже перешагнули 30-летний рубеж. Если посмотреть на сочетание мужчин и женщин, по наличию мужчин и женщин, которые страдают этим заболеванием, то женское население страдает этим заболеванием чаще. Но нужно сказать, что женщины превалируют в статистике этого заболевания только в тот момент, когда они находятся в состоянии половой активности, активности половых гормонов, правильно так сказать. После 50 лет, как правило, в равной степени этим заболеванием болеют и мужчины, и женщины. И вот это тоже, мы будем сегодня говорить, является одним из предрасполагающих факторов и является так называемой гормональной теорией возникновения этого заболевания. Итак, давайте посмотрим, что женщины примерно в 5 раз чаще страдают ризматоидным полиатритом, чем мужчины. В целом, если посмотреть по всему населению земного шара, то этим заболеванием страдает около 2%. Теперь давайте остановимся непосредственно на этиологии, или другими словами, на тех причинах, которые могут вызвать это заболевание ризматоидным полиатритом. Еще раз хочу сказать, что заболевание это не имеет четкой этиологии. То есть до сих пор медицина еще не знает, а что конкретно способствует возникновению этого заболевания. И вот уже исходя из этого, что нет точной этиологической природы, можно уже сделать такие выводы, что и лечению это заболевание тоже будет подвергаться очень сложно. Так как если не знать причины его возникновения, лечить его тоже будет очень проблематично. Но тем не менее, на сегодняшний день существует несколько теорий, которые, скажем, могут объяснить причину возникновения этого процесса. Теорий несколько. Давайте мы сейчас их тоже и обозначим. Значит, в теории вирусно-бактериально. То есть прослеживается определенная связь между возникновением ризматоидного полиатрита после перенесенных некоторых вирусных либо бактериальных анфекций. Существует такая связь, но тем не менее, она опять же не является, что ни на есть, самой точной. Что, какие инфекционные агенты могут способствовать развитию этого заболевания? Если смотреть бактериальную флору, то это стриптококки, значит, это мекоплазма, вирусная природа, если смотреть агенты, то это такой вирус, как Акштейн-бара. Но, опять же, еще раз хочу сказать, что вот достаточной достоверности эта теория, она не получила. Дальше. Гормональная теория, о которой мы сейчас уже немножечко упомянули, то есть женская часть населения страдает с этим заболеванием чаще, и поэтому гормональная теория, связанная с преобладанием женских половых гормонов и кастрогенов, тоже рассматривается как возможный механизм развития этого заболевания. Но, опять же, это тоже не является основной причиной. Следующая теория, которая также имеет место быть, это стрессовая теория, то есть наличие хронического стресса, изменение гормонального баланса, связанное со стрессовой реакцией в организме, может способствовать развитию ревматорного поля артрита. Это генетическое предрасположение. Совершенно точно установлено, что у детей, рожденных от родителей, страдающих ревматорным поля артритом, либо имеющих очень близких родственников с этим заболеванием, частота возможности проявления этого заболевания примерно в 4 раза чаще. Но, опять же, это тоже рассматривается как предрасполагающий фактор. Таким образом, выявить какую-то конкретную причину пока не удалось. И что является тем триггерным фактором, триггерный фактор или пусковой, то есть тем толчком, который служит непосредственной причиной развития этого заболевания, неизвестно. И иногда кажется, что само это заболевание вдруг начинает развиваться без какой-либо конкретной причины, как бы вот исповеди. Может быть, какой-то предрасполагающий фактор, либо сочетанность факторов, они сыграли свою роль, и какая-то вот связь причинно-следственная, она уже и не установлена, и возникает это заболевание. Итак, давайте остановимся на этих повреждающих факторах. Итак, разнообразные инфекции, бактериальные, вирусные, стресс мы обозначили. Но к стрессу можно отнести хроническое недосыпание, да, это тоже стрессовый фактор. Какие-то физические травмирующие факторы, может быть, можно так их назвать, различные травмы, которые были получены в течение жизни. Такое физическое воздействие на организм, как переохлаждение, содержание организма, воздействие низких температур, тоже может быть определенным толчком к развитию этого заболевания. Это физические стрессовые факторы, такие как провестие ультрафиолета, сенсоляция, нарушение гормонального фона, здесь уже рассматривается как дисбаланс, гормональный дисбаланс, нарушение диеты, сегодня тоже будем говорить, что диета немаловажный фактор при реабилитации этого заболевания. То есть это все, опять же, как предрасполагающие факторы, которые в целом степени могут сыграть и привести к развитию этого заболевания. Однако сейчас это заболевание, оно относится к разделу аутоиммунных процессов. То есть это аутоиммунное заболевание, что говорит о его очень большой серьезности. Что же такое аутоиммунный процесс? Давайте немножечко познакомимся с понятием аутоиммунный процесс. Так как основным местом поражения при этом заболевании являются суставы, суставные поверхности, то оказывается, что, так будем говорить, что при воздействии какого-то повреждающего фактора, провоцирующего фактора, происходит образование определенного белка, чужеродного белка. Чужеродный белок для нашего организма – это, конечно же, чужеродная структура. Это чужеродный агент, назовем его антиген, да, агент-антиген. И все, что чужеродное в нашем организме, тут же распознается системой, которая обеспечивает защиту нашему организму, это иммунная система, и начинает формироваться иммунный ответ. Организм начинает порабатывать так называемые антитела, то есть на антиген порабатываются антитела. И эти антитела получили общее название ревматоидных факторов. В ревматоидных факторах или антитела, мы увидим, что это в основном иммуноглобулины, которые относятся к классу М, они связываются с этим чужеродным агентом, с этим чужеродным белком, антигеном, и в результате чего образуется комплекс, который называется антиген-антитела. Формируется иммунный комплекс. И если взять, допустим, и посмотреть состав синавиальной жидкости, то есть той жидкости, которая находится в суставах, то эти комплексы иммунные там будут обнаружены. Эти комплексы иммунные, они оседают, прикрепляются к поверхности суставных хрящей, то есть суставные хрящи, которые непосредственно принимают участие в формировании суставов. Значит, поверхность суставных хрящей, которые покрыты синавиальной оболочкой. И иммунные комплексы начинают повреждать эту синавиальную оболочку, в результате чего нарушается морфологическая структура, нарушается морфологическая структура хрящевой ткани, и в результате вот этого иммунологического процесса, иммунного процесса начинают вырабатываться продукты воспаления, продукты реакции воспаления, которые называются цитокины. И вот наличие этих цитокинов как раз и усугубляет развитие воспалительного процесса непосредственно суставов. Давайте посмотрим. На представленном слайде мы видим как раз изображен сустав. Мы видим две суставные поверхности, которые принимают участие в формировании сустава. Значит, синавиальная, непосредственно, да, так скажем, сустав находится в суставной сумке, где находится синавиальная жидкость, вот они две суставные поверхности, которые соприкасаются друг с другом. И при совершенно нормальной морфологической структуре сустав обеспечивает движение, неограниченное и совершенно безболезненно. Но в результате вот такого вот иммунного воспаления, которое мы сейчас разобрали, изменяется прежде всего проницаемость сосудов. То есть иммунные комплексы, в чем еще основной момент патогенетического механизма развития ревматоидного полиартрита, то, что иммунные комплексы повреждают стенку сосудов. Провреждается стенка сосудов, в результате чего происходит пропутевание жидкости, нарушается трофика, питание суставов, суставы отекают, и появляются все признаки воспалительной реакции. Такие? Ну, прежде всего, это болезненность, отечность. Эта отечность обеспечивает болевой синдром, нарушается функция, нарушается движение сустава, ограничивается при движении, возникает боль. Любой признак воспалительной реакции, это, конечно же, повышение температуры, и в данном случае мы будем рассматривать повышение температуры локально, вот именно здесь, в области суставов. И вот такое вот воспаление с отеком, с болезненностью, оно, конечно же, приведет к тому, что тут возникает скованность в движении суставов. Если процесс протекает длительно, он, как правило, протекает очень длительно, хроническое заболевание. Оно протекает годами, десятилетиями. И вот такое вот воспаление, которое подтверждает хрящевую скану суставов, изменяет структуру, которую формирует сустав, то, конечно же, это приводит к тому, что возникает деформация суставов. Аматомическое происходит при рождении хрящевого сустава, что ведет в свою очередь, опять же, в нарушениях и движениях в этом суставе. Итак, в патогенезе, то есть причине развития ревматоидного полиартрита, задействованы факторы иммунитета. И вот я еще раз обращаю на это внимание. Это факторы как геморального иммунитета, это активность антител, антитела классов иммуноглобулинов М, мы сейчас их назвали, иммуноглобулинов G, которые как раз и формируют вот этот ревматоидный фактор. И, конечно же, принимают участие элементы клеточного иммунитета, это называемые Т-лимфоциты. И вот воспаление суставов. Ну, изоболевание называется артрит. Само слово артрит, да, говорит о процессе воспаления. Но, обращаю ваше внимание, что воспаление носит не инфекционный характер, а аутоиммунный. Аутоиммунный. Само слово ауто означает фант себе, на себя. То есть реакция иммунной системы проявляется таким образом, что цветовственную ткань по каким-либо причинам она начинает рассматривать как чужую. и возникает защита, как бы сама система иммунная защищает организм от самого себя. Чем? То есть проявляется агрессия от самого себя и страдают собственные ткани. В данном случае это ткани пищевой поверхности суставов. Вот что такое аутоиммунный процесс. Когда образуются иммунные комплексы, аутоиммунные комплексы, на собственные ткани организма. Причина конкретная, которая привела к образованию аутоиммунного комплекса, она до сих пор неизвестна. Мы только можем назвать, и назвали сейчас, типы располагающих факторов, которые могут способствовать возникновению этой реакции. Итак, значит, что поражается в основном? Трегматодный полиартрит. Конечно же, на первом месте идет поражение суставов. В основном поражаются и деформируются мелкие суставы. Так как заболевание происходит годами, то, конечно же, постепенно возникает деформация и нарушается движение суставов, которая сопровождается болевыми проявлениями, болевым синдромом. И вот здесь я привожу такие классические характерные изменения деформации суставов. Давайте посмотрим. Поражение суставов при ревматодном полиартрите это такие отличительные особенности этого заболевания. Они имеют симметричность поражения. Симметричность поражения, то есть, как правило, если в процесс вовлекается правый коленный сустав, то процесс будет наблюдаться и у левого коленного сустава. Если это локтевой сустав справа, то, как правило, это будет локтевой сустав первым. Симметричность поражения. Следующим основным проявлением ревматодного полиартрита является такой симдром, как утреннее колонный сустав. То есть, после ночного отдыха, когда двигательная активность не наблюдалась, и человек просыпается, начинает вести активный образ жизни, допрос, пытается встать с кровати, сделать москоподвижение, и испытывает боль, утренняя оскованность. И проходит определенное количество времени, в среднем час, когда человеку нужно расходиться, разработать сустав, чтобы убрать этот сустав, и движение в какой-то мере возобновляется и восстанавливается. Значит, деформация суставов с годами. Вот здесь мы видим суставы руки, суставы кисти, мелкие суставчики, излученные с расходом. Есть такое понятие, как ревматоидная кисть. И изменения могут быть, мы так называем, по типу бутоньерки, верхняя картинка, которая показывает деформацию суставов пальцев, по типу бутоньерки. И второй рисунок, который показывает ревматоидную кисть, когда изменение идет, и образно называется, лебединой шеей. И такие вот изменения. Конечно же, при наличии таких деформаций, говорите, как полноценных движений здесь уже невозможно. Соответственно, мелкая анаторика, мелкие движения у таких пациентов очень страдают. Следующее, так сказать, проявление ревматоидного поля артрита это ревматоидная стопа. Вот здесь, на этом слайде показано. Наблюдается деформация первого пальца. Это как раз ревматоидное проявление. Если говорить о крупных суставах, то процесс извлекается коленный сустав, и там наблюдается такое явление, как писта бетера. Наблюдается сгибательная деформация. И вот здесь, тоже на этом рисунке показано, ну, первое, это, конечно же, для сравнения нормальный, здоровый коленный сустав. Вот они, две суставные поверхности, вот она суставная щель. Значит, здесь находится семидиальная жидкость, которая выполняет роль смазки, амортизации, предвижения. Совершенно нормальный коленный сустав. И вот здесь показаны два варианта, когда идут изменения в коленном суставе. В первом случае показана, как кость, она встраивается к другую кость, поднимающую участие в движении, очень плотно, соответственно, движение будет наружено. И здесь показана мощная воспалительная реакция с, скажем, закоплением большого количества жидкости суставной сумки, что опять же приводит к деформации и к нарушениям движения. Еще какие есть такие вот отличительные особенности ризматоидного полиартрита, какие суставы страдают. Страдают суставы межпозвонковые. Значит, верхний, шейный, вернее, правильно сказать, шейный отдел позвоночника, так называемый атланто-осевой сустав. Это тот сустав, который образован между первым и вторым шейными позвонками. Там наблюдаются изменения, соответственно, наблюдаются нарушения движения шейного тела позвоночника. Страдает перстнечерпаловидный сустав. Вот такое вот название перстнечерпаловидный сустав на самом деле это хрящи гортани. Хрящи гортани и в связи с этим происходит изменение голоса. Голос становится более грубым, а так как это хрящи гортани, то, соответственно, будет еще и страдать санкция гортани. Итак, значит, основные проявления это, конечно же, деформация суставов. Но ревматоидный полиартрит как следует из его определения это системное заболевание. Значит, помимо суставов в процесс увлекаются другие физиологические системы. Опять же, что является причиной того, что эти системы тоже начинают увлекаться в процессе? Ну, прежде всего, мы помним, что заболевание аутоимунное, значит, в крови циркулируют эти иммунные комплексы, антиген антитела. эти комплексы, они имеют тропность, скажем, излюбленное место, где они, скажем, работают и оказывают свое очень хорошее действие, это, прежде всего, стенка сосудов. Ну, другая соединительная ткань, прежде всего, стенка сосудов. Если страдает стенка сосудов, будет нарушаться питание тропика абсолютно любого органа. Итак, характерные системные проявления при ревматоидной полиатрии. Так называемые ревматоидные узелки. И вот здесь они на представленном слайде показаны. Ревматоидные узелки это плотные подкожные образования и они, как правило, находятся в местах, которые чаще всего подвергаются трагматизацией. Ну вот, посмотрите, значит, это область локтевого отростка. Вот, это как раз ревматоидные узелки. Ревматоидные узелки проявляются на разгибательной поверхности плечи. Вот здесь они показаны на тыльной поверхности ладони. Это проявление ревматоидных узелков снаружи. Но такие же точно образования плотные могут появляться и на внутренних органах. Чаще всего их обнаруживают в легких. Посмотрите, до 50% пациентов, страдающих ревматоидным артритом, артритом эти ревматоидные узелки могут перчататься в ткани легкого. Следующее проявление ревматоидного поля артрита это поражение околосуставных тканей. Околосуставных тканей. Но наиболее типичным проявлением является тенда и синаид. Что это такое? Тенда это сухожилие, то есть в процесс увлекаются воспалительные процессы. Вовлекаются сухожилия и соответственно опять же усиливают болевые ощущения. И вовлеченный в процесс воспалительный процесс сухожилия они еще проявляются тем, что при движении раздается характерный звук скрип. Бурситы воспалительные процессы сумок суставных сумок. Наиболее часто бурситы характерны для локтевых суставов. И вот как раз на этом слайде показан бурсит локтевого сустава. Вовлекается патологический процесс также еще и мышцы. И если процесс очень длительный, хронический, то это будет сопровождаться еще и атрофией мышц. Это не только аутоиммунный процесс, атрофия мышц, но еще идет как осложнение длительного, десятилетиями приема препаратов, на которых находится пациент с умоклодоматрита, так называемая лекарственная мышечная трофия. Но лечение аутоиммунных процессов очень сложного и можно повлиять только именно на процесс кинеза. То есть где-то выформазить развитие аутоиммунно-воспалительной реакции, так как мы не знаем причин, мы поэтому на причину воздействовать пока таких механизмов нет. А лечение сводится к длительному приему стероидных препаратов, стероидные гормоны, которые обладают массой побочных процессов, но в том числе одним из таких побочных процессов является трофия мышечной ткани. К системным поражениям ритматоидного поля артрита относятся изменения состава крови. прежде всего будет наблюдаться анемия, то есть это снижение крови красных кровяных спелетов и того пигмента, которым содержится это симоглабин. С чем связана анемия? Анемия, как правило, связана в результате нарушения и вымедления обмена железа, которое происходит в результате нарушения функции печени. То есть анемия и изменение клеточного состава крови, тамбоцитов. Тамбоцитов становится мало, тамбоцитов пения, это имя называют. При ритматоидном поле артрите наблюдается так называемый синдром Селки. Это тоже изменение картины крови. Но здесь уже идут изменения со стороны лейкоцитов, белых кровяных телец, так как это несколько видов лейкоцитов, то этот синдром проявляется снижением нейтрофилов, нейтропения я не называю. Нейтропения, нейтрофилы, самые многочисленные лейкоциты, которые принимают участие в развитии неспецифического иммунитета и соответственно это приведет к тому, что люди, страдающие ревматорным полиартритом, будут очень часто подвергаться различным инфекционным воспалительным заболеванием. Еще что характерно для ревматорного полиартрита, так называемый синдром стила, высокая температура тела, которая может быть в течение недели и никак температура неслезает, это фибрильная температура, фибрильная лихорадка 39 градусов выше. Суставные боли, в которые период обострения могут длиться две недели больше и системным проявлением также относятся еще появление сыпи, то есть козный синдром. Сыпь появляется на теле, сыпь характерного цвета, называется цвета семги и сыпь появляется на пике лихорадке в время высокой температуры. Как же можно диагностировать это заболевание? Останавливаемся на основных диагностических маркеров. Диагностика прежде всего это клиника изменения которые будут видны в суставах но это уже хронический процесс. Значит диагностики прежде всего это анализы крови общий анализ крови биохимический анализ крови общий анализ крови это всегда анемия увеличение скорости оседания эритроцитов это появление в крови церреактивного белка церреактивный белок нужно сказать это не специфический маркер который появляется при различного рода воспалительных процессах в том числе и при ревматоидном полиакуре. Если взять пункцию сустава и посмотреть состав суставной жидкости то как правило эта жидкость имеет мутный цвет низкая вязкость и так как это воспалительный процесс то в этой суставной жидкости будет находиться большое количество лейкоцитов лейкоцитов как клеток начиная часть воспалительных реакций биохимический анализ крови покажет наличие антител к этому антигену так называемый ревматоидный фактор то есть вот ревматоидный фактор это специфический морфор ревматоидного поля артрита мы сказали что это антитела которые принадлежат к муму классу класса N но посмотрите ревматоидный фактор ревматоидного поля артрита может обнаруживаться далеко не всегда не в 100% случаев то есть да это основной диагностический критерий но он не в 100% обнаруживается только от 70 до 90 всех исследований и иногда бывают такие ситуации что клиника выражена есть изменения в общем анализе крови есть ревмонологическое подтверждение а ревматоидный фактор не появляется ну вот на сегодняшний день есть более так скажем тонко дифференцированный подход я не веду биохимического исследования крови к определению этого заболевания так называемый тест на антитела к цитрунированному пиктиду то есть что это такое посмотрите это тест на определение антител цитрулину белку цитрулину он является более точным у него 98% точности по сравнению с ревматоидным фактором и вот эти антитела они могут появляться в крови очень важно задолго до того как появляются какие-то деформирующие признаки которые если они есть это говорит о том что заболевание уже прочитает не один год наличие вот этих антител к цитрулину может дать определенный прогноз дать определенное направление лечения и какие-то рекомендации по лечению этого заболевания дать понимание вот на этот тест тест на определение антител к цитрулину особо так скажем не специфическая аминокислота которая появляется в организме именно при цитрулине именно при развитии ревматоидного поля следующий диагностический метод это конечно же рентгенологическое исследование суставов это МРТ магнитно-резонансная томография и устро-звуковое исследование существуют критерии по которым можно сказать что если из всего того что мы сейчас с вами перечислили из всех клинических диагностических рентгенологических проявлений если из всего этого огромного набора признаков есть 4 проявления 4 признака тогда можно полностью с четкой уверенностью говорить что здесь нет ревматоидного поля вот посмотрите из того что здесь на этом слайде обозначено утренний оскованных больше 1 часа артрит 3 и более суставов артрит суставов кистей симметричный артрит наличие ревматоидных узелков наличие положительного ревматоидного факта рентгенологические изменения если из этих критериев насчитывается 4 то это точно диагноз ревматоидного поля артрит ревматоидного поля артрита на первом месте это конечно уже риск развития сердечных заболеваний и риск развития сердечной патологии губальных ревматоидных поля артрит он в два раза чаще сравнение с теми у которых нет заболеваний это же конечно причиной является опять же наличие аутоиммунных комплексов этих антиген антитела которые цепкулируют в крови и имеют тропность ктоединительной ткани прежде всего идет поражение перикарда и при ревматоидном поля артрите как правило поражение сердца которая проявляется родителям перикардит осложнениями ревматоидного поля артрита является синдром Шегрена Шегрена синдром проявляется тем что идет поражение желез таких как слезных и слюнных в результате чего осложнение будет в виде сухого глаза и ощущением постоянной сухости в ротовой полосе поражение соединительной ткани легких интерстициальных заболеваний легких которые будут проявляться увеличением этой соединительной ткани появлением фрукцовой ткани в легких то есть вот такие вот осложнения при течении ревматоидного поля мы сейчас с вами узнали академические проявления этого заболевания причину основные проявления осложнения диагностику теперь как обычно мы переходим уже к представлениям аэровидических также с позиции аэровиды рассматривается это заболевание рассмотрим основные диагностические критерии говорим о методах терапии и методах реабилитации итак ревматоидное поле артрит в аюрведе называют амавата то есть само название амав это токсины а вата это соответственно доши которая в основном подвержена развитию этого заболевания то есть другими словами это токсическое состояние воздуха итак это как правило нарушение ваты сопровождающимися болями и ослаблением костной ткани костная ткань это ткань которая связана с ватой артрит ревматоидный нужно разделить на типы или стадии в соответствии с тремя дошами и сейчас давайте познакомимся с основными проявлениями ревматоидного артрита у представителя различного типа доши итак начнем с проявлением артрита питотипа значит при ревматоидном артрите представители питотипа более выраженный воспалительный процесс поражение сустава характеризуется припухлостой и выраженной лихорадкой постоянным ощущением жжения боль значит от этого артрита питотипа она уменьшается от воздействия низких температур то есть от действия холода а при нагревании то есть воздействии тепла наоборот болевые ощущения будут усиливаться если мы говорим о проявлениях артрита как хотите то здесь наибольшей степени будут выражены припухлость отеки в области суставов боль имеет такой тупой характер локализованный и он эта боль она продолжительная постоянная и вот здесь наоборот здесь воздействие тепла болевой синдром будет ослабевать а вот когда идет изменение погоды становится холодно сыро проморкло вот тогда таких людей болевые ощущения наоборот усиливаются и конечно же это проявление артрита вата типа то есть основной тоши которая наиболее подвержена развитию этого заболевания при артрите вата типа боль сильнее она может быть мигрирующего характера изменчивая пульсирующая и вот здесь боль для вата типа она тоже будет уменьшаться при воздействии тепла а усиливаться при воздействии холода кожа сухая суставы скованные и если мы говорим о ватт то при движении суставов характерный хруст то есть сухость повышенная воздушность движения затруднены и именно наиболее быстрое изменение деформация суставов она характерна для артритов вата типа немножечко о тех диагностических критериях которые можно увидеть на аппаратно-программном комплексе видопульс тем артеры которые могут подсказать о том что есть изменения связанные с потной тканью есть изменения в суставах но прежде всего давайте остановимся на том что считается что это заболевание характерное больше для представителей вата дольше но хочу сказать что это заболевание наиболее часто встречается представителей типа конституции вата капха либо капха вата вот наиболее распространенность заболевания затрагивает представители этого типа конституции если посмотреть что можно увидеть во вкладке недана а именно в расширении субдоша то имеет место изменения именно по субдошу капха капха доши давайте обратим внимание и прежде всего это изменения которые касаются слишака капха слишака капха при воспалительных процессах спалах а мы сегодня говорим о резматозе она как правило будет снижена функциональная активность находится в пределах от 0 до 1 это является таким вот вспомогательным диагностическим критерием который может внести на мысль о том что здесь есть какие-то изменения стороны функций спал и следующая вкладка диагностическая на ПК водопульс это также недана но теперь мы посмотрим расширение неданок хату и здесь обращают на себя внимание две ткани которые изменяются но прежде всего это астхин хату смотрите астхин хату при ревматодном пуле артрите находится опять же в состоянии истощения то есть в показателях 0 до 1 и второе как неспецифическое проявление это напряжение рак хату рак рак татхат которое всегда свидетельствует о наличии воспалительного процесса вот как раз два вот этих маркера которые мы здесь наблюдаем еще раз хочу сказать что это не специфические признаки но тем не менее которые могут не толкнуть на мысль в совокупности с анамнезом и визуальным осмотром что здесь может быть именно триматорный поле артрите следующее о чем мы сейчас с вами поговорим это а что же делать что же делать ну сразу хочется сказать что заболевание хроническое заболевание инвалидизирующее которое приводит к стойке деформации суставов приводит к ограничению движения но тем не менее не менее нужно сказать остановимся на аэролитических подходах терапии и так как артрит имеет различное проявление своей отличительной особенности мы будем муват и т.к. разбирать методы воздействия по типу и так лечение артрита два типа прежде всего диета но любое лечение как мы знаем начинается диета и с образа жизни лечение направленное на детоксикат любое проявление аритматорного поля артрита это всегда диета и мы немножечко еще остановимся на общих признаках диета значит что здесь какие растительные препараты показаны в терапии вата типа артрита это гугл и кунжитное масло масло вата типа куха в качестве специальной травы для лечения ревматоидного поля артрита применяется в травах асталган а когда наблюдаются генеративные и аттропические процессы костной ткани то он означает асталган следующая это лечение артрита пита типа ну конечно же диета направленная на снижение питы и лечение пита это конечно же всегда назначение горечи назначаются горечи горкие травы если говорит о местной терапии то на суставы также наносится масло или паста который включает в себя сандал как оков масло или масло в раме показаны холодные примочки так как мы знаем что воде с низкой температурой там облегчающий эффект компрессы со льдом внутрь также это губу сандал горькие травы это алоэ маргоза куркума шафран чапорель все это все все питала они показаны при артрите типа следующая это лечение артрита капха типа капха все что способствует образованию застойных процессов мы говорим выражено припуху поэтому обязательно в диету назначаются горячие специи такие как корица имбирь горчица красный перец куркума и вот эти горячие специи их можно применять не только во внутрь но еще их можно использовать и наружно в виде пасты либо применять на суставы в виде пластырей и аир который можно применять в качестве порошка сухого порошка можно применять вот при назначении массажа наружное средство применять горчичное масло опять же с добавлением разогревающих специй таких как красный перец представителям капхотипа полностью нужно исключить из-за своего рациона молочные продукты маслянистую пищу сахар но ограничить употребление углевой продукты если остановиться на препаратах на биологически активных препаратах как правило в своих вебинарах я рассказываю о эргидических препаратах компании прада и вот сейчас хочется остановиться на таком препарате который называется стекар мы даже выбирали стекар на прошлом вебинаре когда говорили об остеопорозе значит стекар выпускается в таких формах как масло и в форме таблеток так вот масло используется естественно наружно его используют в виде массажа в области суставово-массажных движений масло оно хорошо впитывается и очень глубоко проникает в ткань и оказывает противовоспалительный противоотечный эффект вызывает эффект детоксикации то есть выведение различных токсинов и самое главное улучшает трофику суставов улучшает питание суставов питание трофика страдает при ритматоидном полиаркетике при ритматоидном полиаркетике как и при любом другом аркетике поэтому очень важно восстановить нормальное кровоснабжение суставов вот это и делает как раз препарат суставов также можно подкреплять лечение не только местным воздействием в виде масла но и приемом с публикированным аппаратом так как идет образование мы сказали что амавата то есть большое количество токсинов образуется то полезно назначить препараты которые будут способствовать наведению токсических агрессоров и того препарата который вы здесь видите это отжас пустик который как раз обеспечивает стабильность и поддержку в целом иммунной защиты клеток поэтому сочетание астикара и отжас пустик который является антиоксидантом то есть поддерживает структуру любой ткани сочетание этих двух компонентов но здесь очень показано при этом использование еще раз хотелось бы остановиться на диете в общем при ревматоидном артрите двигательная активность она снизена и поэтому основным постулатом диеты является снижение калорийности диеты так как при высокой калорийности и низкой двигательной активности это все способствует увеличению массы тела что опять же будет приводить к повышенной нагрузки на сосуде поэтому калорийность нужно обязательно сменить что нужно обязательно исключить из питания злачные культуры такие как кукурузную пшеничную крупу рож потому что каши которые как правило готовят продукты они способствуют обострению воспаления суставов жирная пища исключается полностью имеется ввиду животного происхождения субпродукты они очень калорийные миксы с цитрусовыми так как большой аллергический компонент содержит так как процесс вовлекается иммунная система поэтому их нужно исключить молочные продукты и ограничить употребление алкоголя страшного мяса если кто-то употребляет в воду на пищу жареного в целом и копченого и вообще нужно ограничить употребление соли и углеводов так как это задерживает жидкость и способствует выручение массы тела теперь немножко про реабилитацию несмотря на то что изменения суставов и движения ограничены основным постулатом образа жизни людей с соболеванием является обязательное наличие в жизни физической нагрузки то есть физическая нагрузка по мере возможностей а также лечебная физкультура они обязательно должны быть включены в режим дня и являться образом жизни людей страдающих ревматоидным артритом в ревматоидном артрите очень показано физиолечение физиопроцедуры самые разнообразные и давайте если мы даже обратимся к возможностям аппаратно-фокрамного комплекса видопульс то здесь в модуле физиотерапия мы видим что можно использовать такой метод как квантовая терапия квантовая терапия это лечение при помощи световых потоков на биологически активные точки то соответственно можно задать определенную нозологическую форму но здесь не очень хорошо видно мы задаем заболевание суставов ревматоидной полиартриты выходит рецепт лечения который можно применять при помощи аппарата рикта следующее физиотерапевтическое воздействие которое мы можем также с использованием ПК-Видопульс показывать это метод рефлексотерапии метод рефлексотерапии который можно оказывать при помощи иглоукалывания а также при помощи воздействия средолазера то есть воздействия лазера по биологически активным точкам очень хорошо так скажем терапия оказывает эффект физиоэффект это лечение водами это ванны радоновые сероводородные йодобромные шалфейные хвойные ванны это грязевые аппликации непосредственно на место поврежденного сустава почему потому что вот это воздействие водами и грязями опять же улучшает кровообращение то есть восстанавливает трофику выраженного сустава хороший эффект лечения оказывает еще и магнитотерапия ну допустим всем известны да а у нас это действие магнита на выраженную суставу и последнее что я хочу сказать методах реабилитации арифматодного поля артрита также хорошо себе зарекомендовала дыхательная гимнастика дыхательная гимнастика которая опять же позволяет восстановить кровоснабжение выраженных участков методами дыхательной гимнастики нужно познакомиться на вебинарах доктора реабилитолога Синатулина Сергея Африковича ну вот наверное все что я хотела сказать о проблеме сложной как ремотодный полиартрит если есть какие-то вопросы пожалуйста оставайтесь если вопросов нет большое спасибо нашли у вас на следующих наших последующих вебинарах спасибо всем всем до свидания до свидания Продолжение следует...